Коллеги, приветствую всех на втором интенсиве по курсу GameQA Engineer. Сегодня мы посмотрим, как тестировать в Unity 3D на игровом движке и на эмуляторах Android Studio и на сторонних эмуляторах Android для ПК. Меня зовут Надежда, я руководитель отдела тестирования в компании Beresnew Games. По образованию я инженер-программист, окончила с Fluikid в городе Красноярске. Написать мне можно на почту beresnewqa.gmail.com. Сегодня активно участвуем, задаем вопросы в чат. Есть небольшая задержка, 15 примерно секунд на YouTube, так что ответить могу не сразу, но все вопросы в чате вижу. Если будут какие-то проблемы с чатом, обязательно пишите, технический специалист от Отус присутствует на уроке, и мы быстро решим все проблемы. Для тех, кто не был вчера на интенсиве, кто пришел сегодня в первый раз, напишите, пожалуйста, в чат, чем вас привлек сегодняшний интенсив, кем работаете сейчас, сколько лет в отрасли, работаете ли в тестировании, либо в геймдеве, и чем привлек курс QA инженеров в геймдеве. Есть ли кто-то, кто пришел со вчерашнего, был на вчерашнем интенсиве, поставьте, пожалуйста, в чатик плюс, или как-нибудь обозначьте, что вы были вчера. Пока вы пишете в чат, я расскажу, чем сегодня займемся. Сегодня познакомимся с инструментами для тестирования мобильных игровых проектов, попробуем запустить игру в эмуляторе BlueStacks и попрактикуемся в сборе логов с мобильной игры. Создадим свое тестовое устройство в эмуляторе Android Studio и попытаемся поймать, пройтись по тому чек-листу, который мы составили вчера. Давайте с вами немножко поговорим про игровые движки. Как вы думаете, зачем они вообще нужны? И приходилось ли вам взаимодействовать с каким-то из игровых движков? Писали ли вы какие-то прототипы, может быть, для себя? Ковыряли в Unity или Unreal для себя? Или писали какую-то свою игру, возможно, на HTML? Напишите, пожалуйста, в чат. Вижу, сейчас не работаю, ищу новую вакансию, хочу попасть именно в GameDev. Шесть месяцев опыта. А шесть месяцев опыта именно в тестировании или в какой-то другой сфере? Угу, в тестировании. GameDev лес темный, интересно, это точно. Лес полный ужасов. Так, давайте, коллеги, перейдем непосредственно к обсуждению этих игровых движков. Их на самом деле есть довольно большое количество. И самые популярные, конечно же, это Unity 3D и Unreal Engine. Они у всех на слуху. Но также существуют и другие игровые движки. Также игры могут создаваться не только с игровыми движками, не только в игровых движках, но и просто с языками программирования. То есть можно создавать браузерные игры на HTML5 и в MGL. Можно на Python том же что-то делать или на Java. То есть ограничений в создании игр на самом деле нет. Какие-то инструменты позволяют делать это проще. Какие-то инструменты поддерживают визуальное программирование. Какие-то, например, в Unity 3D там довольно много нужно знать именно программирования. Там используется C-Sharp. А, например, в Unreal Engine там вполне можно на блюпринтах какой-нибудь прототип для себя собрать. И это не потребует много времени. Просто чтобы разбираться как вообще платформа, как движок работы. И Unreal Engine также там используется C++. Тоже можно попрограммировать, почему бы и нет. Я на слайде прикрепила ссылочку на список игровых движков. Если интересно, можете посмотреть, покопаться. Какой движок, что поддерживает, для чего более применим. Например, на Unity 3D. В принципе, сейчас он самый популярный, потому что позволяет создавать как 3D-игры, так и 2D. И он бесплатен, если какой-то прототип можно сделать. И если уже захочется его выпускать, то уже там потребуется купить лицензию. То есть все лицензии, они разной стоимости, и на сайте это можно посмотреть, уточнить, сколько будет стоить, выпустить свою игру и посчитать. Для запуска проекта в Unity потребуется несколько пунктов. Опять же, мы тут переходим к чек-листу. Во-первых, когда вы приходите на проект, который вам нужно протестировать, вам должны предоставить доступ к проекту. Или через систему контроля версий, или через другбокс, или через локальную сеть. Вообще, здесь нет ограничений у команды, как делиться между собой проектами. Чаще всего это происходит через систему контроля версий. Попозже мы к ней еще вернемся. Также необходимо, ну, опционально тоже, установить Unity Hub. Чем удобен этот инструмент? Этот инструмент удобен тем, что вы можете с помощью него ставить любые версии Unity и для этих версий, для своих проектов выбирать версию. То есть у меня, вот, например, стоит несколько версий Unity для разных проектов. И здесь уже я через Unity Hub могу управлять этими версиями, либо добавлять новую, либо удалять ту, которая уже не нужна. И на вкладке Project могу управлять, с какой версии Unity я запускаю проект. Это находится, скачать Unity Hub можно с официальной страницы Unity. Когда вы переходите там и нажимаете скачать Unity, то здесь есть у вас два выбора. Либо просто версию, которую вы уже знаете, какую нужно скачать, либо Unity Hub. И там уже дальше, через Unity Hub вы устанавливаете ту версию, которая вам необходима. Но здесь есть момент, что для Unity необходимо создать, ну, залогиниться, создать аккаунт. Вот, и этот аккаунт, он обязательно, ему обязательно нужно создать. Если вы работаете над каким-то коммерческим проектом, то у вас будет, вам команда должна предоставить лицензию, что вот мы работаем по такой-то, такой-то лицензии. Она обычно по подписке предоставляется у Unity. А если вы чисто для себя хотите посмотреть, что там в Unity да как, там необходимо выбрать персональный аккаунт, то есть вы просто для себя Unity изучаете, и тогда все становится бесплатно. Также через Unity Hub можно запустить вот такие вот обучающие проекты, где вас, где Unity сама для своих пользователей создает всякие туториалы, какие-то проекты, которые можно самому создать. Тут и платформеры создаются, и всякие маленькие игры, вот, и можно самому посидеть, посмотреть, поучиться. Вот, и также от команды вам нужна версия Unity, потому что не всегда проект поддерживает, вы можете открыть проект с любой версией, то есть необходимо именно знать ту версию, на которой девелоперы создают проект. Потому что иногда они могут идти в конфликт, и просто проект будет запускаться с ошибками. И также вам необходимо знать настройки проекта, это тоже чуть позже покажу, когда мы Unity запустим. Поговорим о системе контроля версии. Это такой инструмент, который позволяет команде работать над одним проектом и не уронить этот проект. То есть это такая система древовидной структуры, где у вас есть самая центральная ветка, с которой обычно собираются релизные версии. И от этой ветки каждый себе делает копию, и в этой копии работает, вносит какие-то изменения, и потом изменения вливаются уже в основную ветку, после того, как в копии сделаны все изменения, и эта копия протестирована. Подробно о том, как работает гид, лучше посмотреть во всяких туториалах. Их сейчас просто огромное количество и на YouTube, и просто в текстовом виде можно посмотреть. Я здесь оставила ссылку на гидбук, это самый популярный сервис, где доступно объяснено в примерах, как гид работает. Для тестировщика самые важные команды — это создание новой ветки, и как же по-русски это сказать, как бы забирание, копирование тех изменений, которые внес разработчик в эту ветку. То есть мы с облачного хранилища забираем изменения себе на локальное устройство, и уже смотрим, что разработчик там в этой ветке сделал, проверяем по чек-листу, что все учтено, все поправлено. И, в общем, add, commit, push, pull, check-out, reset — это самые наши основные команды. У нашей команды мы, как тестировщики, не вносим никакие изменения в проект, мы только забираем, пулемся с ветки, которые создают разработчики, и смотрим, что все те изменения, которые были внесены, они отрабатывают так, как описано в задаче. И также переключаемся командой check-out на разные ветки, чтобы смотреть от разных разработчиков разные версии. Можно работать с гитом как из командной строки, так и специальными инструментами. Если честно, я не поклонник командной строки, потому что инструментами это проще. Это визуально проще, и вся наша команда работает с специальными инструментами, потому что так проще коммуницировать. Если кто-то работает с командной строки, то ничто не запрещено. Так что, как вам больше удобно коммуницировать между командой и работать самим, то и использовать. Никаких ограничений я тут не вижу. Запуск проекта в Unity 3D. Смотрите, я обычно запускаю с Unity Hub. Нажимаю просто на тот проект, который у меня уже добавлен в Unity Hub. Делается это по кнопке Add, и выбирается та папка, которая предоставлена от команды разработчиков. Я уже Unity заранее открыла, потому что это долгий процесс на моем ноутблоке. Поэтому я решила вас не задерживать и открыла заранее. После того, как вы открыли проект в Unity, он довольно долгое время подгружает скрипты и собирает проект воедино. И после этого, зачем мы узнаем настройки проекта от разработчика, потому что здесь есть в меню файл Build Settings, настройки билда. И вот здесь уже у каждой команды могут быть разные настройки. В нашей команде мы всегда билдим, переключаемся на платформу Android. И по умолчанию Unity ставит всегда PC, Mac, Mac и Linux. Но мы всегда переключаемся на Android. В каждой команде это может быть по-своему. Далее здесь после того, как загрузился проект, открываем сцену. Обычно расскажу немножко про интерфейс Unity. Здесь есть главное окошечко с игрой непосредственно. Мы можем переключиться на сцену, походить по сцене, посмотреть. Так, сейчас переключусь. Посмотреть непосредственно то, что у нас находится на сцене. Здесь мы видим главный экран. Можем повертеть с разных сторон, посмотреть. Но конкретно здесь, в этом случае, для 2D игры это нам не сильно поможет. И переключаемся уже непосредственно на то, как игру будет видно, когда на устройстве мы ее запустим. Также есть поле с иерархией проекта, область со всем содержимым проекта, инспектор, который открывается после того, как мы в иерархии выбрали какой-то из компонентов. И здесь уже в инспекторе можно, разработчики настраивают полностью проект. И после того, как проект открылся, мы выбираем сцену и запускаем проект. Вот, все, у нас игра запустилась. Как вы помните, вчера мы писали на эту игру небольшой чек-лист, придумывали проверки, вопросы геймдизайнеру. И вот разработчик по ГДД реализовал игру. У нас есть главный персонаж, есть бустер, который увеличивает жизнь, есть бустер, который увеличивает количество шагов. Шаги у нас преобразовались в энергию. Есть враги и есть цель, другой кролик. И перемещаясь стрелками на клавиатуре, мы можем до цели своей дойти. Видим, что когда мы перемещаемся с клетки на клетку, у нас отнимается количество шагов, которые в данном случае преобразовались в энергию. И попадая на врага, у нас отнимается жизнь и отнимается один шаг, который преобразовался в энергию. Достигнув цели, мы переходим к следующему уровню. Также генерируются случайным образом и бустеры, и враги, и где находится цель. Вот такая вот простенькая игра. Если необходимо развернуть ее на весь экран, то здесь есть такая настройка Maximize on Play. Но она у нас отработает, когда мы ее нажмем и запустим проект. Тогда у нас запустится на весь экран игра. И также можно... Можно вот здесь в настройке выставить Maximize, и тогда уже игра будет на весь экран, непосредственно даже когда мы ее не запустили. Вот. В Unity мы можем проверить непосредственно наши уже... Некоторые наши проверки, которые мы вчера в чек-лист записали. Давайте мы их вспомним. Я в табличке уже некоторые наши скрипты вынесла, и мы их уже можем проверить. Так. Упс. Угу. Так, смотрите. На поле находятся главный герой, враги, цель и бустер. Проверяем, все, что у нас здесь прописано, оно у нас есть. Главный герой есть, бустер есть. Первого типа бустер, второго типа цель и враги. Смотрим. Так же я здесь скопировала то, что у нас было вчера в ГДД. Посмотрим. Начальные значения. Жизни равна 3, шаги равны 10. Количество баллов равно 0. Проверяем. Количество жизней 0, 3. Количество баллов 0. Количество энергии 10. Переход на следующий уровень происходит при попадании на ячейку с целью. Все проходит. Также здесь в таблице я проставила, могу проставлять пройденные скрипты, сценарии или не пройденные. Так, что у нас дальше, какая проверка. Главный герой может перемещаться вверх-вниз, вправо-влево. Главный герой не может выйти за границу поля. Главный герой не может перемещаться по диагонали. Проверяем. По диагонали не может перемещаться. В Unity это довольно сложно проверить, так как я могу только клавишами клавиатуры управлять главным героем. И то, что персонаж не может перемещаться по диагонали, мы уже проверим в эмуляторе. Потому что там таблица отработать можно. Так, что мы проверили, что главный герой может перемещаться вверх-вниз, вправо-влево. Не может выйти за границу поля. А по диагонали мы проверим уже в эмуляторе. Главный герой получает минус один к шагам при переходе на ячейку. Это тоже мы проверили. Переместился на соседнюю ячейку, потерял одно значение в шагах. И вот так по порядку можно основные геймплейные проверки наши провести. А то, что мы не смогли проверить в Unity, это можно проверить уже непосредственно на эмуляторе. Так, что у нас дальше? Игрок получает минус один к шагам и минус один к жизням, если попадает на ячейку с врагом. Так, заходим на ячейку с врагом. И действительно у нас и к шагам минус один, и к жизням минус один. Так, давайте некоторые оставим на проверку на эмуляторе. И мне здесь я одну проверку оставила. В GDD было прописано, что поле будет размера 6х6, но мы здесь видим, что поле размером 5х5. Здесь уже мы идем к геймдизайнеру и спрашиваем, почему реализовано не так, как было запланировано. Геймдизайнеру с разработчиком лучше обговаривать это с обеими сторонами, потому что, возможно, это было оговорено в процессе разработки, но в GDD геймдизайнер забыл внести это изменение. Вот, поэтому лучше спросить, чем оставить это, как подумать, что так оно и должно быть, но окажется потом, что реализовано не так, как было задумано геймдизайнер. Так, на поле генерируется от 2 до 4 бустеров первого типа. Смотрим, что у нас здесь 2 бустера первого типа. Дойдем до цели. Здесь 3 и 1 бустер с восстановлением жизни, а здесь бустера с восстановлением жизни нет. И здесь у нас как раз есть проверка, что на поле генерируется только 1 бустер второго типа. Но здесь у нас сейчас бустера второго типа нет вообще, поэтому мы эту проверку заводим как проваленную, либо с проблемами и идем опять же к геймдизайнеру и спрашивают, почему у него в GDD написано одно, а реализовано другое. Возможно, здесь есть ошибка именно с точки зрения разработки, либо геймдизайнер опять же договорился с разработчиком в процессе разработки, а в GDD внести это забыл. Также в Unity есть, можно проверить, вылавливать специальные такие ошибки, которые не относятся к процессу механик, каких-то игровых механик или геймплея, а какие-то именно связанные с кодом, со скриптами. Давайте я сейчас одну ошибку здесь допущу. Например, разработчик забыл привязать скрипт к полю с финальным результатом от игрока, где пишется, сколько игрок заработал баллов, пока не проиграл. Так, запускаем игру. Так, сделаю побольше. И, например, несколько уровней я пройду. И вот на этом уровне проиграю. И здесь у меня пишется в поле на экране с баллами, пишется какое-то значение, которое не соответствует тому, сколько игрок заработал, проходя игру. И здесь у нас выпало в консоли, как раз это то место, где игровой движок Unity 3D репортит о ошибках. Здесь у нас выпала ошибка No Reference Exception. Прежде чем идти к разработчику, лучше погуглить, что это за ошибка и почему она может возникать. Также помимо ошибок в Unity есть просто сообщения информационные. Чаще всего мы на них не обращаем внимания. А вот здесь, включив настройку, именно фильтрация показывает только ошибки, можно выловить вот такую вот ошибку. Конкретно в нашем случае здесь получилось так, что разработчик просто забыл к вот этому полю привязать скрипт, который обрабатывает и выводит на экран, сколько игрок получил баллов, проходя уровни. И перезагрузив игру, у нас просто, вот я нажимаю на клавишу передвижения и с главным героем ничего не происходит, он остается на месте, то есть просто намертво игра зависла. Вот это может привести к проблемам. Верну все как было, чтобы игра дальше работала. Так, и давайте мы с вами побеседуем, есть ли вопросы по поводу этого блока. Если по поводу этого блока, если по поводу Unity, либо запуска билда, запуска проекта, есть ли какие-то вопросы, напишите их в чат. Пока что все было понятно, отлично. Смотрите, еще на слайд тоже очень важный момент вынесла, это именно настройки проекта в Unity 3D. То есть я вам уже показывала, что должны быть выбраны именно те настройки для проекта, которые используют разработчики в создании. Презентация выключена. Напишите, пожалуйста, в чат, если презентацию перестало быть видно. Продолжение следует... Так, я все вернула на место, извиняюсь. Все, супер, извиняюсь еще раз. Небольшие технические трудности. Я вынесла на слайд, на презентацию настройки билда, которые необходимо узнать у разработчика. И здесь выделила красной рамкой. Это те настройки, которые используются, если билд собирается под Android платформу. Обязательно вот эти две настройки тоже нужно указать при установке той версии Unity, которую вы будете использовать для проверки проекта. И здесь прикрепила ссылочку на как раз страницу на Help Unity, где можно прочитать про эти компоненты. Преимущество тестирования в Unity, что можно переключаться между ветками и тестировать сразу непосредственно в Unity. И нужно ждать, когда сбилдится новая версия. Иногда это может доходить от 20 минут до часа, в зависимости от размера проекта. Так что очень удобно переключаться в ГИТе между разными ветками, над которыми работают разработчики. И тестировать сразу после внесения изменений. Также можно самому сбилдить проект. Это совсем не сложно. Здесь также в Unity в настройках билда можно сбилдить свою версию. Оно сохранится, если у вас платформа Android в АПК. И можно запустить на тестовом устройстве, либо на эмуляторах, как мы сделаем позже. Но есть недостатки. Не весь функционал корректно тестировать именно в движке. Например, если вам нужно протестировать покупки внутриигровые, либо протестировать рекламную медиацию. Например, если в мобильной игре предусмотрено, что игроки будут иногда смотреть рекламные ролики. Как самому сбилдить. Открываете свой проект в Unity. Нажимаете File, Build Settings и Build. Если у вас стоит платформа Android, то он в АПКшку, в специальный формат для запуска игр, приложений на мобильных платформах, билдит. И вы просто подключаете, кидаете это АПК на свое устройство. Либо, как мы впоследствии посмотрим, либо на эмуляторы. И там уже на эмуляторах эмулируется именно устройство. Мы дальше все посмотрим. И некоторые проверки можно проверить так. Но чаще всего в проектах релизные версии, либо предрелизные версии, либо какие-то промежуточные версии билдятся разработчиками по специальному пайнтлайну. И тестировщикам часто это не нужно. Но вы знаете, что такая возможность есть. Ну и также вы можете, когда создаете, чтобы посмотреть, что вообще Unity себе представляет, вы можете создать какой-то небольшой проект и его сбилдить, и посмотреть, как это будет работать на устройстве. И если вы тестируете в Unity, есть вероятность пропуска бага, так как некоторые баги воспроизводятся только на определенных устройствах при определенных действиях пользователя. Например, очень часто бывают такие ошибки, когда игрок зажимает в нескольких местах экран. Ну вы сами знаете, что вы когда что-то делаете, параллельно еще смотрите что-то на устройстве, можно свое устройство там зажимать в нескольких местах, буквально 10 пальцами. И часто это невозможно предусмотреть и протестировать в Unity, и все-таки необходимо это протестировать на устройстве. И в Unity тапы очень сложно эмулировать, особенно если 10 пальцевые. Давайте обсудим, если остались какие-то еще вопросы по этому блоку. Все понятно, хорошо. Ну, я так вижу, что вопросов нет. По Unity закрою тогда немножко тему тем, что если вы будете тестировать на Unity, то нужно набраться терпением, потому что Unity очень часто бывает долго собирает проект, долго переключается с ветки на ветку, долго подгружает скрипты, и нужен хороший компьютер, который будет все эти ситуации обрабатывать, и наберитесь терпения, тестируя в Unity. Перейдем к эмулятору, Android-эмулятору, который встроен в Android Studio. Здесь я оставила ссылочку на слайде, где можно подробнее прочитать про этот эмулятор. Сегодня мы с вами как раз создадим одно тестовое устройство через Android Studio. Устанавливаете себе Android Studio на компьютер, далее создаете любой пустой проект, и у вас открывается вот такое вот рабочее пространство, и здесь после того, как вы создали любое, вообще можно пустой проект, в вкладке инструменты есть такой раздел, Android Virtual Devices Manager. Открываем его. Здесь у меня уже созданы несколько виртуальных устройств, и давайте я вам покажу, как это делается. Нажимаем Create Virtual Devices, и здесь выбираем любое устройство, которое вам интереснее, с которым вам хочется работать. То есть смотрим здесь по размеру экрана, смотрим по наличию Android сервисов, гугловых сервисов на этом эмулируемом устройстве, вот таким значком обозначены те устройства, которые будут с гугловыми сервисами. И нажимаем, выбираем, например, пиксель 4. Нажимаем Next, и здесь нам предлагается выбрать ту операционную систему, с помощью которой мы запустим наше устройство. Выберем, например, 10-ый Android, и здесь далее самое интересное, это те настройки, которые будут у нашего устройства. Мы можем сразу задать, в какой ориентации создать устройство. Можем выбрать в расширенных настройках, сколько задать памяти устройству, какую задать сеть устройству. всевозможные настройки, которые могут помочь нам протестировать устройство. Я чаще всего создаю просто устройство с теми настройками, которые предлагает мне Android Virtual Device инструмент, и тестирую на него. Также можно задать имя, например, и зафинализировать всю настройку. Я сейчас это устройство создавать не буду, потому что мне достаточно тех, которые у меня уже созданы, и я думаю, что мой компьютер не справится с еще четвертым устройством. И после того, как устройство создано, мы его можем запустить. В чем преимущество? И видим на экране, собственно, устройство настоящее. Здесь есть несколько настроек, которые можно применять для этого устройства. Включаем его обычной кнопкой, включить, и здесь у нас полностью смоделированное устройство, как бы оно было у нас в руках. Здесь Play Store. Немножечко у меня тормозит все это дело, потому что компьютер просто не справляется с тем наплывом, с этим устройством. Сейчас я закрою Unity, чтобы моему компьютеру было попроще. И пройдемся пока по настройкам, которые можно указать, создав тестовое устройство. Мы можем выбрать локацию, с которой как будто бы мы находимся с этим устройством. Можно выбрать настройки дисплея, настройки сети. Можно симулировать, что устройство у нас садится, и даже состояние аккумулятора устройства. Так, что-то у меня сломался. Можно задать камеру, можно смоделировать, сэмулировать, как будто бы нам кто-то звонит на устройство, либо пишет смс. И любые другие настройки, которые здесь есть, сможете их на странице о этом функционале посмотреть, почитать. Но чаще всего пригождаются именно настройки по сети, по батарее, по эмуляции звонка. И здесь также есть функционал, который позволит записывать, делать запись с экрана, чтобы нам, если мы на какой-то баг наткнулись, мы могли его записать. Также можно поворачивать устройство. Можно выключать, делать погромче, либо выключать звук на устройстве. И также есть кнопки, которые эмулируют системные кнопки Android Studio. И вот как раз здесь сейчас нам пригодятся те АПКшки, которые мы заранее сбилдили с Unity. Я, к сожалению, билдить сейчас не буду вам показывать, потому что Unity просто сожрет мне ресурсы компьютера. Я сбилдила заранее все АПКшки и сейчас могу их просто запустить на их установку на этом тестовом устройстве и запустить, посмотреть, как это будет выглядеть. Не знаю, слышно ли вам звук. Мне звук слышно. Я его убавлю. И, собственно, вот игра у нас запустилась. Также на клавиатуре я могу перемещать главного героя и движением мыши, эмулируя свайп, также я героя могу перемещать. Все, шаги у нас кончились. Чем еще очень хорошо тестировать именно с помощью Android Studio и Android Virtual Devices, тем, что в Android Studio встроен инструмент, который позволит видеть логи с нашего устройства. Ну, почему-то он у меня сейчас не... Ага. Вот. В лобкет, который находится внизу инструмента Android Studio, мы можем видеть все логи, которые у нас идут с нашего приложения. Выбрать приложение можно в поле с разными устройствами, так как у меня уже на моем компьютере было несколько устройств запущено, то я могу выбрать из нескольких. И вот выбираю то, которое сейчас запущено. В поле я ввела Unity, чтобы у меня была фильтрация в поле поиска. Чтобы у меня была фильтрация. Если я Unity уберу, то у меня будут все логи сыпаться, которые вообще, в принципе, идут с этого тестового симулированного устройства. Чтобы мне это все не смотреть, а смотреть только то, что мне нужно с моего устройства, ввожу Unity и просматриваю только те логи, которые сыпятся непосредственно с нашей игры. Вот. Давайте мы смоделируем ту ошибку, которую мы уже видели, когда тестировали в Unity. То есть у нас программист забыл какой-то скрипт прикрепить к компоненту. Вот у меня есть уже заготовленная эта АПК-шка. Также устанавливаю на устройство. И запускаю. Почищу логи. Ждем запуска. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чат. Я все посмотрю и на все отвечу. Вот игра у нас запустилась. И смотрим в влоги. Парочку уровней пройдем. И проиграем. Видим нашу ошибку. И видим, что No Reference Exception также пришел в логкет. Мне больше всего нравится тестировать и собирать логи именно в Android Studio, так как здесь можно спокойно перемещаться по логам, смотреть, что произошло и что происходило. И при желании копировать и сохранять где-то себе в чат, пересылать разработчику и не мучиться, не выискивать в каких-то других инструментах. Так, нажимаем рестарт и пробуем. Да, у нас ничего не происходит. Игра намертво зависла точно так же, как и в Unity. Сворачиваем игру. Еще одно преимущество эмулятора в Android Studio то, что когда вы выключаете ваше устройство, оно сохраняет состояние, которое было до выключения, и все установленные, все настройки, все установленные программы и все настройки, которые были на этом устройстве до выключения, они все сохраняются. Мой компьютер не справляется с эмуляцией. Так, с эмуляцией из Android Studio. Так, выключаем. Saving State. И здесь видно как раз все наши устройства и сколько они занимают места. Вернемся к презентации. Преимущества тестирования именно в Android Studio это наличие Google сервисов, можно тестировать на устройствах с разными разрешениями, можно проверять рекламные сетки, но недостатки. Это ограниченный парк устройств в Android Virtual Devices. Здесь мы видим только пиксели, Nexus, также здесь можно протестировать и для приложений, для часов, для планшетов, автомобилей и телевизоров. но если хочется какой-то специфичный, отличный от тех устройств, которые здесь представлены, то придется уже как-то по-другому выкручиваться. Конечно, здесь можно настроить свой профиль со своими разрешениями экрана, со своим размером экрана. все, что хочется, здесь можно самому настроить, но это не отменяет того факта, что сейчас устройств на основе операционной системы Android довольно большое разнообразие, а здесь у нас мы видим только те устройства, которые непосредственно на чистом Android. и как раз этот недостаток, к сожалению, есть. Также нельзя протестировать внутриигровые покупки на Android Studio, так как это, собственно, не настоящее устройство и там нет такого функционала. Давайте обсудим то, что мы сейчас посмотрели, есть ли у вас какие-то вопросы, может не совсем понятно, как это все создается или как тестировать. Так, все ок, отлично. Есть ли что-то подобное для iOS на Windows? В предпоследнем слайде я оставила вам ссылочку на инструмент, но, к сожалению, он не на Windows, он на Mac OS. То есть это с помощью X-кода можно симулировать устройство под операционной версией от Apple, операционной системе от Apple. но, если честно, я не нашла. Они, возможно, существуют, но у нас в студии мы вышли из этого положения тем, что закупили несколько устройств и тестированы именно на устройствах. С Android, с Android, с Android все попроще. Есть Android Studio, тестируем там. Да, да, можно и в Unity использовать. Ссылочки все в презентации останутся. Так что, если, когда будете разбираться самостоятельно, по ссылочке вы можете переходить, смотреть, что написано в туториалах и там, в принципе, разобраться недолго делов. Давайте тогда перейдем к уже эмуляторам и симуляторам мобильных устройств на ПК. Чаще всего они эмулируют именно какое-то Android устройство и первоначально разрабатывались не для того, чтобы этим инструментом пользовались разработчики или тестировщики, а для людей, которые хотят играть в мобильные игры, но не хотят это делать на устройствах, на именно мобильных устройствах, на телефонах или планшетах по любым своим причинам. Им нравится больше играть на компьютерах, поэтому есть спрос, появилось предложение, были созданы такие платформы, как BlueStacks, Nox, всевозможные эмуляторы, которые позволяют запускать мобильные игры на непосредственно ПК. Сегодня мы с вами посмотрим, как запустить игру на BlueStacks. Вы можете попробовать любой из этих эмуляторов, которые здесь представлены на слайде. Основная моя претензия к этим сервисам, что они нестабильны. нестабильны. Например, BlueStacks в процессе того, как я тестировала на нем, очень часто вылетал, поэтому у меня основная претензия к этим эмуляторам, что они нестабильны. Давайте мы вместе с вами попрактикуемся. если не знаю, была ли в рассылке ссылка на BlueStacks, чтобы вы ее скачали себе на устройство. Ну, в общем, вы BlueStacks можете поставить себе на устройство и посмотреть тоже, как это все происходит, как можно поставить игру на компьютер с помощью этого сервиса и как он вообще, вы можете свою любимую игру поставить, которую вы играете на мобильном устройстве, поставить через этот сервис этот инструмент и посмотреть насколько, какая разница между тем, что вы видите в мобильном устройстве и что происходит непосредственно в этом эмуляторе. Я запущу ту игру, которую мы тестировали с вами уже сегодня. которую мы сегодня уже с вами несколько раз смотрели и происходит это точно так же, как мы делали в этом Android студии, просто перетаскиванием АПК-версии на главный экран эмулятора. Здесь у BlueStacks есть доступ к Google Play. Там вы можете залогиниться под своим аккаунтом и скачивать любую игру, которую вы хотите протестировать. Нажимаете установить и происходит загрузка и игра появится у вас на главном экране BlueStacks. установлено. Переходим на главный экран. на главном экране видим игру, которую мы только что установили. Когда мы запускаем нашу игру с зайцами и волками, запускается все то же самое, что мы уже сегодня видели и в Unity 3D, и в Android эмуляторе. И точно так же мы здесь можем либо свайпом перемещать главного героя по карте, либо с помощью клавиш клавиатуры. Все то же самое. Это версия, где у нас бага с скриптом нет. Закроем. И смотрите, BlueStacks также позволяет смотреть логи с той игры, которую мы хотим протестировать. Установим версию с багом, запустим ее. И у меня уже заранее скачен инструмент Android Debug Bridge. Это специальный инструмент, похожий на лобкет, который используется в Android Studio, но доступ к нему возможен через консоль. Ссылочка на то, где его скачать, также будет в презентации. И здесь я могу подключиться к тому устройству, которое у нас сейчас запущено в плюс такс. Набираю adb xe, но можно без xe, без расширения, и набираю devices. Да, вижу, что эмулятор подключился, и набираю такую команду. тоже опкет, и пишу фильтр по юнте. Так, что не так? лишнее. И вот видим все логи, которые у нас идут с нашего приложения, которое запущено в эмуляторе. Пройдем несколько уровней, и здесь на этом уровне, проиграем. Так, и опять же ищем наш exception. Да, вот он. referent exception. Опять та же ошибка, которую мы уже сегодня с вами ловили в юнете и в андроид студия. мне не очень нравится работать через андроид дебаг бридж, потому что через андроид студия оно немножко более интуитивно понятно, но в принципе можно и таким образом логировать все действия, которые происходят в игре. Тоже мы здесь выставили фильтр по юнте, чтобы нам не слались все те события, которые вообще шлются с устройства. Нажмем restart и у нас здесь опять также ничего не работает. Абсолютно такое же поведение. Эту версию мы удалим и у меня есть еще одна версия, которую я подготовила, чтобы показать вам, что бывают не только ошибки от программистов, ну, не только ошибки, которые мы можем отловить с помощью консоли, с помощью логкета, но еще есть ошибки, которые нам нужно отслеживать именно тестируя вручную. Конкретно в этой версии игры смотрите, у нас есть требование, что когда мы попадаем на ячейку с врагом, то у нас количество жизней отнимается. Смотрите, я сейчас захожу на ячейку с врагом и у меня количество жизней прибавилось. Такое встречается сплошь и рядом, когда есть какие-то инкрементирующие либо наоборот механики в игре, то тогда в этом случае есть большая вероятность, что разработчики сделают что-то не так. Возможно где-то значение, которое должно увеличиваться, оно уменьшается. Это очень часто происходит с наградой. Например, если игрок выполнил какое-то действие, заработал 100 монет, эти 100 монет могли не начислиться на самом деле в его счетчик и игрок будет недоволен писать в их поддержку, где мои 100 монет. Вот такие вещи тоже нужно проверять. Переходим снова на ячейку со врагом. У нас уже не 4, а 5 жизни, хотя по GDD у нас должно отниматься значение. Вот такие проверки очень легко проверяются и в Android студии, и в таком эмуляторе, как BlueStacks. Такие значения в первую очередь смотрим тоже. Это мы можем закрыть. Перейдем на нашу презентацию. Вы можете также, как и я сейчас, поставить любую игру с Google Play, попробовать ее запустить и посмотреть, как она будет играть у вас в эмуляторе, не произойдет ли какой-то ошибки, которая непредвидена. Я сейчас запущу нашу игру от нашей студии Flippinife. И здесь мы на самом старте видели у нас происходит смена нескольких экранов. Сначала идет Splash Screen, здесь у нас согласие с обработкой персональных данных. И дальше эмулируем всю нашу игру. Вы можете прямо сейчас установить, если у вас установлен бульфтакс, поставить любую игру и посмотреть, как вы с ней можете взаимодействовать в этом эмуляторе. Все ли вы можете действия, которые вы можете произвести на мобильном устройстве точно так же повторить в этом эмуляторе. Также в эмуляторе есть несколько настроек. Вы можете взаимодействовать с громкостью, показывать либо не показывать курсор. И основные настройки на самом деле скрыты вот этой вот иконочкой настроек. Здесь есть разные параметры. Вы можете выбрать то устройство, на котором вы хотите протестировать. К сожалению, здесь нет, не видно, какое будет разрешение у экрана, но если вам вы можете зайти в настройки, посмотреть, какие устройства вообще здесь есть, посмотреть, характеристики разрешения экрана в гугле и если вам подходит такое устройство, то выбрать его. Здесь парк уже представлен другими устройствами, так что если вам интересно какое-то устройство, кроме пикселей и Nexus, то можете посмотреть, что можно выбрать в BlueStacks. мнение, вот, и также есть настройки по разрешению экрана, по настройкам DPI и всевозможные движки, какие можете тут покопаться, посмотреть, разную частоту кадров поставить, настройки тоже позволяют, они не позволяют протестировать какие-то сценарии, которые могут произойти у игрока, например, там, звонок другого пользователя или пуш-уведомления, но какие-то никакие настройки можно здесь задать. Мы закроем, свернем, и по преимуществам и недостаткам. Как я уже сказала, что эмуляторов большой выбор, можно выбрать тот парк устройств, которые вам больше всего подходят в разных эмуляторах, посмотреть, какие есть устройства. Инструментарий тоже позволяет разные разрешения экрана настроить, размер оперативной памяти, уровень сигнала мобильной сети, это уже, к сожалению, здесь нет, это относится к эмулятору на Android студии, и также можно сохранять тестовое окружение, то есть когда вы закроете мобильный вот этот вот блюстанк, что все, что находится внутри, оно все сохранится. Закрываем. Но есть баги, связанные с самим эмулятором, и нельзя имитировать работу при различном состоянии мобильной сети и аккумулятора, работу камеры мобильного устройства и другие специфичные настройки, которые обычно нам при тестировании нужны, но в эмуляторе они не предусмотрены, так как они больше для эмулятора созданы для того, чтобы играть в игры, а не тестировать их. Есть ли вопросы по этому блоку? Давайте обсудим. был ли у вас опыт работы с какими-то из этих эмуляторов, которые были перечислены на слайде выше? Продолжение следует... Все понятно, но опыта работы с эмуляторами не было, так как тестировал приложение на iOS. Напишите, пожалуйста, в чат на iOS, именно на устройствах, это были не какие-то эмуляторы. на iOS, кстати, сейчас у Apple появились новые устройства с их новыми процессорами, и там уже те игры, которые именно на устройствах, игры для мобильных устройств на этих процессорах, на этих устройствах, макбуках, уже можно запустить и тестировать непосредственно на макбуке, и это очень удобно. Да, я вот не смогла найти эмулятор для Apple устройств. Да, к сожалению, мы ограничены по времени, так что глубоко закапываться в эмуляторы, к сожалению, не можем. По верхам, по верхам поскакали. Можете поставить это все эмуляторы, все те, которые мы рассмотрели? У них у некоторых есть подписка, но у некоторых, например, какой же я пробовала, вот этот эмулятор, он с подпиской, но у него есть бесплатный период, вот, и Bluestacks, он абсолютно бесплатный, там даже логиниться не надо, в вот этом инструменте и Redfinger, там, по-моему, обязательно нужна регистрация, из этого они не запускаются. так, коллеги, я оставила вам список материалов для изучения Unity, если вы будете работать с движком Unity 3D, то очень советую с ним познакомиться, попробовать в нем создать какую-нибудь игру, банально даже там змейку какую-нибудь, чтобы просто посмотреть, как это все работает, сам интерфейс, потому что чаще всего это сильно ускоряет процесс взаимодействия с отделом разработки, когда вы сами понимаете, куда можно зайти, где можно посмотреть, и как быстрее понять, что произошло не так, чтобы помочь разработчику и написать в баг-репорт разработчику, что пошло не так. В нашем проекте это очень сильно ускоряет все. Unity documentation это прям библия, что если что-то там пошло не так, сразу заходим туда и смотрим, что там чаще всего там проблема уже в каком-то форме, уже будет рассказано, что да, действительно, мы тоже сталкиваемся с этой проблемой. Оставила ссылку на скачивание Unity Hack, то вы далеко не ходили, но это очень тоже легко гуглиться. Оставила ссылку на справку по установке окружения для Android, чтобы собирать билды с Unity на Android. Ссылку на справку по той ошибке, которую мы сегодня с вами несколько раз уже видели. Ссылочки на Android Virtual Device и Android Debug Bridge. Посмотрите, что это за инструменты, если еще не знакомы. Оставила ссылку на блок BlueStacks. Посмотрите, что там ребята, как развивают свой продукт. Это российская разработка. Довольно интересно почитать, как они все развивают. И оставила ссылочку также на эмуляцию iOS-устройства, но на Xcode. Xcode это встроенная функция. Можно там симулировать тестовое устройство, виртуальное устройство. Так, ребята, коллеги, мы сегодня с вами посмотрели и в Unity 3D проект запустили, посмотрели, как отловить ошибку там. В Android Studio посмотрели, как создавать виртуальное тестовое устройство и посмотрели, как с помощью инструмента Android Studio посмотреть ошибки, которые сыпятся нам в лог. И запустили также на эмуляторе Android на ПК проект и посмотрели, как с помощью инструмента, который создавался вообще для геймеров, можно отловить ошибки также через Android Debug Bridge. Так, я сейчас вам скину ссылочку на занятия, на опрос. Пожалуйста, оставьте свой отзыв о сегодняшнем интенсиве. Мне очень важно ваше мнение, чтобы дальше развивать наш курс, наши занятия. И спасибо вам всем за сегодняшнее присутствие. Если у вас еще остались вопросы, напишите их, пожалуйста, в чат. Я постараюсь на них ответить. Если у вас есть вопросы по курсу GameQA Engineer, то вы можете задать их сейчас, либо посмотреть и оставить комментарий кураторам на странице курса, либо написать на почту helpotus.ru. Курс начинается 26 мая. ссылочка на курс на страницу на отусе. в этот раз ссылка работает. отлично. Получилось с первой ссылкой, которая вчера не работала? если что, в рассылке, которая придет после интенсива, там тоже будет ссылочка на опрос. Да, это грустно. вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...